Хочу начать с аспекта Божьего характера, в котором часто сомневаются. Мы не хотим осознать, что Бог щедр. Бог желает добра для своего народа. Порой я умиляюсь тому, что христиане спорят по самым глупым вопросам. Ты один из тех, кто считает, что Бог хочет тебя благословить? Ну да. Я считаю, что Бог хочет мне добра. Не знаю, почему мы решили, что Бог угрюмый ворчун, раздраженный и скупой. Ему жмет обувь, и он ищет, кого бы наказать за этот дискомфорт. Но мой Бог не таков. Бог желает для вас добра. И это правда. Сделайте глубокий вдох и попытайтесь осознать, что Бог желает для вас лучшего. Чем вы хотите для себя сам? Он находится в более выгодной позиции, чтобы решать, что к чему. Он создатель и творец. Чем ближе вы к нему, тем лучше будет ваша жизнь. Я говорю не о посещении церкви. Я не пытаюсь сделать вас более религиозными. Вы можете сидеть в церкви каждые выходные, пока Иисус не вернется на землю. Но остаться упрямым, безбожным, эгоистичным язычником. Так что дело не в посещении церкви. Я много времени провел в церкви, и я не против нее, но я призываю вас к более важному действию. Я не говорю о жизни в смирении перед Иисусом из Назарета. Жизнь, которая признает всемогущего Бога как Творца неба и земли, и всего, что в них. Он желает для вас доброго. Начнем с 17 главы Деяний. Это было лишь вступление. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Сам, дая всему жизнь и дыхание, и все. Бог ни в чем не нуждается. Порой меня забавляют мысли наших эгоистичных сердец. Богу нужен мой талант, моя сила, моя идея, мое творчество или мои ресурсы. Бог ждет меня, чтобы сделать то, что Он задумал сделать на земле. Когда я отдаю Богу все, что у меня есть, мой талант, мои сокровища, мое время, это нужно мне самому. Бог ни в чем не нуждается. Цели Бога осуществятся на земле независимо от участия Аллана. Бог не будет стеснен, и я буду стеснен, если отстранюсь от дел Бога на земле. Это верно и для меня, и для вас. Он дал нам все, что нам нужно. Он дал нам жизнь, и наша жизнь сегодня — это дар всемогущего Бога. Дыхание, которым мы сейчас дышим, это дар всемогущего Бога. Я видел много людей, чья жизнь подходила к концу. Они были готовы отдать все, что угодно, чтобы ее продлить. Это дар от Бога. Написано, что Бог дал нам все. Все, что у нас есть, — дар от Бога. Бог желает вас благословить. Откроем 33-й псалом. Тут сказано, «Вкусите и увидите, как благ Господь». Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь, Господи, святые Иои, ибо нет скудости у боящихся Иои. Скины бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Вы понимаете, что Бог желает для вас доброго? Мне кажется, нам сложно это понять. Я вижу, как мы смотрим на жизнь. Мы довольны, если спортсмен имеет огромный успех и получает за это хорошую награду. Мы рады, если это происходит на музыкальной арене, или в творчестве, или со знаменитостью, которая нам интересна. Однако, видя христианина, который благословлен и процветает, мы говорим, «Интересно, что они делают не так? Наверное, они отступили от Бога». Не знаю, прилично ли христианину жить в таком большом доме. Правда? Но вы спокойно смотрите на то, как живут язычники. У вас некий внутренний конфликт. Иисус сказал, «Не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться». Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде Царства Божия. И это все приложится вам. У многих из нас все наоборот. Мы тратим время, силы и мысли на то, чтобы убедиться, что у нас достаточно еды, питья, одежды и жилья. Если у нас остается время и силы, мы отдаем их Господу. Это неплохо, но так вы не уделяете внимания Иисусу. Он сказал, что должно быть наоборот. Ищите сначала Его Царство. Отдайте себя Царству Божьему. Бог знает о ваших нуждах и желает вас благословить. Я не говорю, что баланс вашего банковского счета это индикатор вашей духовной жизни. Конечно, нет. Это глупо. Также я не говорю, что марка вашей одежды или марка автомобиля, которые вы водите, отражает уровень вашей веры. Это нонсенс. Бог желает для вас добра. Если вы в это не верите, вы не сможете служить Ему от всего сердца. Вы всегда будете что-то удерживать. Вы всегда будете лениться. Если вам кажется, что ваш план лучше Божьего, вы не сможете служить Ему с энтузиазмом. Я молюсь о вас, и с помощью этих посланий хочу вдохновить вас открыть двери своих сердец для понимания, что Бог желает для вас доброго. Не думаю, что мой взгляд ошибочный. Я в церкви уже довольно долго, но я не живу в церкви. Я хожу и в другие места и наблюдаю за отношением людей, которые, к примеру, идут на футбольный матч, они приезжают заранее, чтобы удачно припарковаться. Они планируют все заранее и зовут всех собою. Ни о чем не волнуйся, будет здорово. Но обещают дождь. Да неважно. Не растаем. Поехали. Сидели бы мы в дождь в церкви? Нам сложно даже прийти в церковь в дождь. «Ой, дождь идет, лучше останусь дома. Благословенны ваши дрожащие сердца». Почему у нас все наоборот? Потому что мы не уверены, что Бог желает для нас доброго. Мы должны быть искренними, чтобы Бог нам помог. Ничего лучше для нашей жизни нет. Если вы это еще не осознали, если это не проникло в ваше сердце, то не претворяйтесь. Я не стремлюсь вас пристудить. Я хочу вдохновить вас, сказать Господу, честно говоря, я такой есть. Ко многим вещам я отношусь с большим энтузиазмом, чем к тебе. Но я хочу узнать себя лучше. Я не хочу упустить что-то хорошее. Прошу, помоги мне. Не претворяйтесь. Не игнорируйте этот вопрос. Если я призываю вас к тому, что еще не нашло отклика в вас, поговорите с ним об этом. Он вам поможет. Друзья, нам нужно не прятаться, а открыться для нашего всемогущего Творца. 12 глава Римлянам. Два первых стиха рассказывают нам о шагах преображения жизни. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. В сердце этого стиха осознание, что ваша жизнь теперь не только ваша, вы были искуплены, теперь у вас есть Господь. Когда последователи Христа говорят, «Иисус Господь», это утверждение власти. Это не просто ярлык. Мы слишком долго жили так, словно Иисус наш консультант. Разницу, надеюсь, понимаете? Вы нанимаете консультанта, человека с большим опытом. Вы платите за его время, он делится с вами своим опытом, а затем уходит. Вы можете решить, как вам поступить. В вашей жизни нет власти. Вам просто предложили знания, которых у вас не было. Да, они полезны. Но Господь — это совсем другое. Господь — это место в приоритетах, которое вы признаете добровольно. Иисус Господь в нашей жизни. Мы клеим эти слова на капот автомобиля. Может, нам нужны еще наклейки «Иисус мой консультант»? Думаю, что нет, не нужны. Правда? В начале этого стиха сказано, «Представьте тела ваши в жертву живую». Вы отдаете свое тело в живую жертву Богу. Мы не совершаем жертвоприношений, поэтому не до конца понимаем этот стих. Но люди, которые исполняли закон Моисея, были с этим знакомы. Вы приносили священнику определенное животное, и тот готовил к приношению вашего ягненка, козла или кого-то другого. Эта подготовка включала в себя убийство животного. Затем тушу животного возлагали на алтарь, и ее поглощал огонь. Попав на алтарь, животное уже не пыталось убежать. Оно не издавало звуков и не проявляло никакой решительности. Оно было безжизненно. Этот стих – парадокс. Здесь сказано. «Принести себя в живую жертву». «Бог, я отдаю тебе свою жизнь». Опять же, так легко сказать это воскресным утром в церкви, потому что так нужно говорить. Я начинал свой путь не так. Когда я решил последовать за Христом, мне не очень хотелось говорить, «Бог, вот моя жизнь, делай с ней что хочешь». Скорее, я хотел, чтобы сила всемогущего Творца помогла исполнить волю Аллана. Это правда. Я понял, что нашел способ сохранить в плюсе свой счет в банке и закрыть рот врагам. Думаю, многие из вас чаще думают о своих обстоятельствах. Было бы здорово, если бы мои дети всегда поступали правильно. А еще лучше пусть, когда я вхожу в комнату. Моя супруга радостно мне аплодирует. Знаете, о чем учил нас молиться Иисус? Да будет воля моя. Не совсем. Это не делает вас плохим. Это проявление незрелости. Вы родились в этот мир с двумя основными мотивами. Когда хочется есть, нужно кричать. Когда промокнут пеленки, кричать еще громче. Вот и все, собственно. Вам все равно, как трудно тем, кто о вас заботится. Вам хочется знать, чем им приходится жертвовать, чтобы вас покормить? Вам все равно, удобное ли сейчас время. На ночи в пеленке, вы кричите еще громче. Если ваш первый зов не услышан, это не странно. Это сдал бы ребенок. Вы не ждете от него больше зрелости или понимания. Если ему несколько месяцев, это нормально. А если несколько лет уже не совсем, в духовной жизни так же, нам нужно вырасти. Дело не только в комфорте и удобствах. Мы отдаем себя Господу. Я не говорю, что это легко. Мы можем посмеяться над этим, но, друзья, в моей жизни это настоящая борьба. Есть и второй шаг. Сначала принесите себя в жертву живую. А уж затем не сообразуйтесь с веком сил. Сообразовываться, значит, подстроиться под стандарты. Не смиряйтесь со стандартами этого мира. Вы живете по другим стандартам и другим законам. Мы говорим, что церковь — это совесть общества. Значит, мы храним ценности нашего Создателя и Творца, и зачастую взгляд Бога противоречит массовой культуре. Наберитесь смелости выстоять, не осуждая, не критикуя, не унижая, не крича о своей самоправедности. Божий путь — это лучший путь. Приглашая людей к праведности, приглашая их к Богу, мы их не осуждаем. Мы предупреждаем. Уходя от Бога все дальше, вы становитесь все ближе к разрушительным вещам. Не нужно подстраиваться под этот мир. Третий пункт этого описания — не подстраиваясь под мир, мы преображаемся обновлением нашего ума. Преобразиться — значит изменить потенциал. Потенциал в вашей жизни меняется, когда меняется образ вашего мышления. А вы знаете, что следование за Христом изменит ваш образ мышления? Ваши мысли изменятся полностью? Мы столь часто призываем вас читать Библию, потому что вам нужен Божий взгляд, а не взгляд пастора. Вам нужно знать характер Бога. Вам нужно знать Слово Божие. Оно изменит наши мысли. Речь не только о добре и зле. Мы слышим слишком много того, что противоречит приглашениям Бога. Люди говорят «Просто я такой». Моя семья всегда такой была. Нет, нет. Став последователем Христа, вы стали новым творением. Теперь вы часть Божьей семьи. Пусть боль, несправедливость, жизненные испытания не вызывают вас гнев, обиду, ненависть и непрощение. Измените образ своего мышления. Вы не знаете, что мне сделали. Вы правы, я этого не знаю. Я не отрицаю этого и не говорю, что так и должно было быть, или что это не причинило вам боль. Я говорю, что пока вы не измените свое отношение к тому, что вы пережили, вы останетесь связанным. Примите приглашение Иисуса простить, отпустить и благословить тех, кто вас преследует. Я не говорю вам вернуться и вновь терпеть насилие. Простите и примиритесь с Богом, потому что вы сердитесь на Него за то, что Он такое допустил. Измените свои мысли, это подарит вам свободу. Это нелегко, но оно того стоит. И, наконец, мы принимаем волю Бога. Думаю, многие живут с убеждением, воля Божия совсем не так хороша, как моя. Знаю, в церкви нельзя говорить это вслух. Вы опускаете глаза, о ком это Он? Не обо мне же, верно? Мы боремся с этой мыслью чаще, чем признаемся в этом. Я знаю, о чем говорю. В какой-то период жизни я думал, что если я отдам свою жизнь Господу, Он заставит меня жить где-то в полях, прикрываться листьями и есть жуков. Но жуки мне не нравятся. Мне нравится обычная еда. Однако я пришел к пониманию, что воля Бога благая. И для вас тоже. посвятим несколько минут Божьей щедрости к вам. Можете кивать в знак согласия. Откройте 6 главу Луки. Когда мы вступаем на этот путь жизни с Господом, в нас с вами происходит что-то необычное. Мы начинаем жить более щедро. Я говорю не о деньгах. Наши реакции на окружающий мир уже не свойственны страхи, стыд или забота о нуждах. Мы способны благословлять тех, кто нас преследует, зная, что за нас заступится судья всей земли. Мы можем молиться за тех, кто плохо с нами поступил, потому что понимаем, даже если кажется, что это несправедливо, Бог не будет поругаем. Он защищает свой народ. Всемогущий Бог на моей стороне. Что сказано об Иисусе? Будучи злословим, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судье праведным. Жизнь с Богом даст вам возможность жить с невероятной щедростью душа. Это не глупая, неуязвимая жизнь. Это жизнь с Богом. Она освободит вас от многих страхов и тревог. Вот что сказал Иисус в 6 главе Евангелия от Луки. «Если любите любящих вас, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. Если делаете добро только тем, которые вам делают добро, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники тоже делают. «Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам зато благодарность?» Грешники делают так же. Иисус проводит черту между праведными и неправедными. «Если вы добры к тем, кто добр к вам, вы ждете аплодисментов?» «Это не отражение Христа вашим характерем. Вы можете благословлять тех, кто вас гонит. Теперь-то вы понимаете, какая сила действует ради вас, а те, кто отделен от Царства Божьего, они не знают. Давайте подумаем об этом, это очень важно. Было бы глупо говориться вам, что это легко. Я верю, что это стоит того. Это может изменить всю вашу жизнь и ваше будущее. Это может освободить вас от всего, что вы пережили. Какое бы зло ни коснулось вашей жизни, силы Бога достаточно, чтобы искупить вас и восстановить вас. Однако мы живем в падшем мире. В 16 главе Иоанна Иисус говорит со своими учениками, когда его время уже подходит к концу. Вот-вот начнутся его страдания. Он сказал, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Хорошая новость. Иисус сказал, что победил мир, но он сказал и то, что я бы зачеркнул в своей Библии. Он сказал, «В мире будете иметь скорбь. Дело не в маловерии или в неправильном исповедании». Иисус сказал, что в мире есть проблемы, и они вас коснутся. Не знаю, почему, но когда я решил чтить Господа и поступать правильным, я расстраивался, когда приходили проблемы. Представьте, что вы ходите в церковь уже целый месяц. «Так, вы все записываете. Возможно, вы ходите уже полтора месяца. Вступили в группу «Жизнь в изобилии», и вы терпели на ней неприятного человека. Вы даже сходили к лидеру и рассказали, что посвящаете себя уже шесть недель, а в первый день седьмой недели у вас спускают шины. «Боже мой! Это несправедливо! Со мной так тоже бывает иногда! Я теряю голову, когда жизнь сложнее, чем мне бы хотелось. Как люди могут так себя вести? О чем они вообще думают? А где же ты? Я вижу, как Иисус смотрит на Гавриила. Я же ему говорил. Я ему говорил. Читая Евангелие, вы порой думаете, что Иисус набрал учеников из второгодников, правда? Несколько раз Иисус говорил ученикам, «В Иерусалиме меня предадут, отдадут язычникам, придумают обвинения, жестоко их забьют, а затем распнут. Но я воскресну». Когда за Иисусом пришли ученики, растерялись, ими овладел страх и отчаяние. Но Иисус рассказал все заранее, читая это. Вы думаете, они что, не слушали, что ли? Но когда дело касается меня, тогда я думаю. Я и не думал, что все так будет. Что сказал нам Иисус? «Я победил мир». Новый Завет — это история победителей. Книга Откровения — это история победы над духом этого мира. Прочту еще один стих из Ефесиным. «Примите все оружие Божие». «Зачем оно вам?» «Для пикника все оружие не нужно». «Для катания на водных лыжах тоже оно будет мешать». «Для Диснейленда все оружие не нужно». «Вам нужно все оружие, потому что у вас есть враг, который задумал зло. для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев, устоять». Я читал этот стих много лет и считал, что главное слово здесь — «устоять». За свою жизнь я видел много христиан, которые, казалось, потеряли всякую надежду. Я спрашивал, «Что вы делаете?» «Я стою, вот и все». «Я стою». «Порой это все, на что у нас хватает сил». Но суть стиха не в этом. Мы устоим после того, как все преодолеем. После того, как помолимся всеми молитвами, нажмем все кнопки, дернем все рычаги, за все поблагодарим. Призовем Духа Святого исследовать наше сердце, после того, как примиримся во всем, в чем нужно примириться, после того, как сделаем все, что можем, все преодолеем. Если победа еще не пришла, стойте, во всеоружии, Бог уже в пути. Это не пассивный стих. Мы призваны быть победителями. Писание говорит нам побеждать зло добром. И это не пассивное действие. Иисус сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Церковь будет противостоять самому аду, но мы не побеждены. Мы двигаемся вперед во имя Иисуса, являя силу, характер, власть нашего Бога и победу, свершившуюся для нас на кресте. Мы живем в мире, но мы не от мира. Мы здесь, чтобы провозглашать оглушительную, ошеломляющую победу нашего Царя и нашего Господа и Иисуса Христа. Так что запомните, жизнь с Богом это самая лучшая ваша жизнь. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью, поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Божие творение — это удивительное выражение его изобилия. Оно удивительно по своему разнообразию, качеству и фантазии. Если он ничего не пожалел для творения, неужели вы думаете, что он не желает для вас блага? Бог предназначил нам жизнь в изобилии, даже среди трудностей. Но как? В этой серии посланий пастор Аллен исследует эти вопросы. Сделав пожертвование, вы получите серию посланий на шести дисков и книгу. Эти практические инструменты помогут вам жить в изобилии через Христа. Звоните нам по номеру, указанному на экране. Или заходите на наш сайт, чтобы получить свой экземпляр. Спасибо вам за поддержку служения Аллена Джексона. Вместе мы изменим мир. Божие творение — это удивительное выражение его изобилия. Оно удивительно по своему разнообразию, качеству и фантазии. Если он ничего не пожалел для творения, неужели вы думаете, что он не желает для вас блага? Бог предназначил нам жизнь в изобилии, даже среди трудностей. Но как? В этой серии посланий пастор Аллен исследует эти вопросы. Сделав пожертвование, вы получите серию посланий на шести дисках и книгах. Эти практические инструменты помогут вам жить в изобилии через Христа. Звоните нам по номеру, указанному на экране. Или заходите на наш сайт, чтобы получить свой экземпляр. Спасибо вам за поддержку служения Аллена Джексона. Вместе мы изменим мир.